Всем тыквенный привет, с вами Дрим и в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим на несколько тем, ребятки. Для начала, конечно же, поговорим с вами про утечки, также мы с вами, конечно же, поговорим про возврат ЮЦ, которого, возможно, не будет, есть даже такая информация. Плюс к этому, ребятки, мы с вами в сегодняшнем ролике еще поговорим дополнительно про дату выхода обновления 3.5. Короче, много полезной и интересной информации, поэтому обязательно смотрим до конца. Также не забываем про жимать свой царский лайк и, конечно же, не забываем про розыгрыш, прокачка аккаунта на 50 кассиков, ссылочка в описании. Также, ребятки, розыгрыш 3РП, ссылочка снова же в описании. Розыгрышем на ежедневный в Телеграм-канале, ссылочка в описании. Короче, все ссылочки в описании, там еще вы сможете найти ссылочку, конечно же, на самый лучший магазин на планете, с самыми фартовыми ЮЦ-шками. Если вам нужны ЮЦ-шки, быстро, выгодно, оперативно и, что самое главное, гарантированно, самые фартовые ЮЦ-шки от партнера Павка. Тогда, ребятки, мой магазинчик ждет вас в описании. Переходи, покупай, кайфуй. Мы работаем круглосуточно. Ну и в самом начале, конечно же, предлагаю поговорить про возврат ЮЦ, потому что вопросов просто миллиард. Само собой, многие ждут, многие спрашивают, разработчики разбаловали, да, уже последний раз вообще два раза добавляли за сезон. Вот и все, в принципе, спрашивают, когда же возврат ЮЦ? Где возврат ЮЦ? Почему возврат ЮЦ? Кому возврат ЮЦ? Короче, ребятки, значит, смотрите. По поводу возврата ЮЦ. Во-первых, во-первых, у нас именно, ну, должен закончиться потрясающий вот этот возврат, да? И вот тогда шансы, что добавят им на сразу же после него возврат ЮЦ. То есть у нас, получается, до 31-го доступен вот это. Ну а первого числа, как вы знаете, выходит рулетка. Если вдруг кто-то не в курсе, что за рулетка, ребятки. Вот эта вот рулеточка выходит, где у нас там золотой костюм. Это Хонор рулетка, да? Там еще скин на лошадь, там еще будет у нас дополнительно Берил, Ледник, кто-то Ледник, кто-то Кослявый называют. По-разному, короче, ну, сам Ледник очень, конечно же, прикольный, очень сочный. И вместе вот с этой рулеткой, ребятки, мы с вами ждем именно возврат ЮЦ. Ну, потому что вы видели там и в игре у нас все заканчивается через день, да? И, в принципе, рулетка добавляется, как вы знаете, ни на неделю, ни на месяц, а на целых два у нас всегда добавляется такая рулеточка. То есть она будет доступна, ну, должна быть доступна, если ничего не поменяется, да? Еще и в следующем сезоне, там, месяцок или на полтора. А иногда их продлевали еще на дольше. Поэтому, в принципе, возврат ЮЦ ожидается именно с этой рулеточкой. Но! Есть одно но, ребятки. Сейчас, снова же, распространяется неподтвержденная информация, что нас, возможно, разработчики порадуют другим событием. По типу, как это у нас было, если вы помните, ЮЦ-станция. Да, было у нас такое очень-очень давно в игре. Вот такой вот скрин распространяют и говорят, что это будет какое-то новое событие, которое добавится 1 ноября. Не подтвердить, ни опровергнуть я не могу, потому что нету нигде такой инфы. А поверьте, я искал. Но! Есть скрин, я должен с вами им, конечно же, поделиться. Есть вот такая вот информация, я тоже решил с вами ею поделиться. Что, возможно, будет вообще ЮЦ-станция. Это, повторюсь, ничем не подтверждено. Это уже, как бы, грубо говоря, слухи, да? Но они есть, ребятки, и я решил с вами, конечно же, поделиться. Так что ждем первое число. Было бы логично, потому что сейчас черная пятница скоро, да? Плюс к этому в этом сезоне у нас уже был Возвратвице. И почему нет, может быть, это будет что-то новое, дополнение к тому, что было уже в этом сезоне. А может быть и нет, ребятки. Может быть, это всего лишь новые же слухи. И первого числа, как все ждут, нам завезут Возвратвице. Узнаем ровно через два дня. Ну, а если нет, тогда уже ждем вместе с Макларенами, когда будет у нас коллаба. На всякий случай напомню, это будет уже в декабре. Ну, а сейчас предлагаю, конечно же, поговорить именно про утечки, ребятки. Потому что прямо сейчас на своих экранах вы видите золотые костюмы. Обновление 3.5. Вы видите скин перчаток ледяных, которые можно будет выбить именно в обновлении 3.5. Как они, в принципе, будут выглядеть, да? Добавят нам эти перчатки вместе с вот этим вот золотым костюмчиком мужским, да? И ожидается он, кстати, уже 27 ноября. Получается, меньше, чем через месяц после нынешней золотой рулетки. Два мужских костюма подряд. Это, конечно, разработчики постарались, я вам скажу. Да, он тоже будет двойной, даже там тоже есть именно женский вариант. Но все же, вот такой вот скин на УЗИ, это, во-первых, да? Будет вместе с этим золотым костюмчиком. Улучшаемый скин, конечно же, на УЗИ с эффектом попадания, 8 уровней прокачки. Наконец-таки будет УЗИшка, с которой я буду гонять. Выйдет она максимально годно. Само собой сделана под ивент, который нас ожидает. У нас там будет молот Тора. Если вдруг кто не в курсе, вон он там виден на картиночке. И УЗИшка, в принципе, идеально подходит именно как молот Тора. Да и выглядит она тоже точно так же. Выглядит хорошо, выглядит годно. Вот такой вот планер у нас будет, ребятки, ворон интересный. Скины на ХАЕшку на молотов. Снова же со своими эффектами, как вы понимаете. Рюкзачок, который выглядит, ну, странненько, но интересно. Именно как щит он сделан, выглядит неплохо. Аватарка, рамочка, но куда без этого. Эмоция выглядит интересненько. Эта эмоция еще и со звуком. Посмотрим, как это будет выглядеть в самой игре. Ну и лобби, конечно же, который можно будет оттуда себе купить. Ну а это уже второй золотой костюм. Да, женское платье. Да, огромные анимешные волосы. Да, это уже второй золотой костюм. Ну, это уже на вкус и цвет, как говорится, да, товарищей нет. Головной убор вы уже видите его на своих экранах, ребятки. В принципе, сам костюмчик вы видите на своих экранах, ребятки. Не знаю, пишите вы свое мнение в комментах. Если честно, я ждал Скорельку Ледник, но она меня не очень удивила. Вы ее видите на своих экранах. Выглядит она не так, как УЗИшка, давайте так это назовем. Я даже не знаю, как это описать, потому что меня, если честно, разочаровала Скорелька. Я ожидал совсем другого Ледника, но вот то, что они сделали, мне не зашло. Не знаю, пишите свое мнение в комментах. На вкус и цвет товарищей нет, конечно, но я ожидал что-то наподобие, не знаю, Космического Адмирала, который тоже вернут. Сейчас мы об этом с вами поговорим, да. Или хотя бы связанное что-то именно с ивентом. Ну, конечно, у нас связано с ивентом, потому что у нас будет такая капсула, где будет у нас Рождество, нельзя будет файтиться. Но все же, мне, если честно, скин не зашел. Остальные скины, ну, тоже под стать костюма, как вы понимаете, да. Рюкзачок, вы видите, на розовенький. Ну, и веселька и так далее. Короче, если честно, не зашел именно второй золотой костюм. Я жду в ваших мнениях, комментах эмоция, куда без нее. Но, но, что самое интересное, будет еще одно лобби, то есть два лобби. Странно, если честно. Возможно, будут какие-то изменения. Но, вместе с этими золотыми костюмами возвращаются другие золотые костюмы, ребятки. То есть, у нас будет добавлен мужской сет. И вместе с ним возвращается у нас именно дополнительно, ребятки. Конечно же, во-первых, морозный иней. Тот самый морозный иней. Тот самый юмп, который все себе хотят. Я тоже его как выбил, вкачал. Все, больше я с другим юмпом вообще не играю. Только вот с морозным иней. Потому что реально годный скинчик. Я хотел отсюда себе рюкзачок. Надеюсь, его тоже вернут. И если вернут, наконец-то я его смогу забрать. Потому что очень много жалел о том, что я его не забрал тогда. Потому что реально годный рюкзачок. Сам скинец морозный иней, я думаю, нет смысла. Именно вам, конечно же, показывать детализированно. Потому что вы сами знаете, что это мега сочный скин. Золотой костюм. Такой себе рюкзачок гуд. Глайдер тоже такой себе. Молотовый и так далее. Это уже, ну, такие неважные именно детали, да. Также возвращается еще один золотой костюмчик. А именно космический адмирал, ребятки. С которым нам добавили тот самый шедевр просто калашек. Который я тоже, кстати, вкачал до фула. И тоже с ним играл, пока не выбил адское пламя, да. Потому что там, ну, тыкло, логично. Но сам калашек выглядит, ну, максимально сочно. Очень годно. Многие себе его тоже ждали. Забрать в коллекцию, кто не успел взять, темно, когда его добавляли. Так что, ребятки, готовьтесь. Потому что в следующем обновлении будет очень-очень много льда. Ну и по поводу обновления, да. Обновление 3.5. Ребятки, ждем последнее обновление именно на бетке первого числа. Снова же, да. Вместе с рулеточкой опять нам первого числа добавят именно что-то новое. Еще должны туда именно добавить, именно подшаманить, что там еще плохо. То есть у нас тест будет продолжаться с первого по седьмое число. И уже, внимание, одиннадцатого, одиннадцатого, барабанные палочки, да. Нас, ребятки, ожидает обновление 3.5 в PUBG Mobile. Но, напоминаю, что скачать раньше всех можно где? В моем телеграм-канале, ребятки. Мы так уже делаем почти три года. Три года мы уже так качаем. Вопросов никаких не было. Так что, если вы хотите раньше всех, конечно же, скачать зимние обновления, затестить. Потому что там на сутки вообще выбирают, как вы знаете, ивент, да. И вам скучно, нечем заняться. А вот тут можно скачать раньше всех, поиграть, кузницу покрутить. Короче, награды забрать халявные, которые там добавляют. И так далее. Поэтому одиннадцатого будет выходить именно обнова на всех девайсах. Имеется в виду Android, iOS и так далее. На Android оно выйдет постепенно раньше, да. Там десятого сначала частично. А потом одиннадцатого на всех девайсах и на iOS тоже. Короче, если вам нужна обнова раньше, тогда, ребятки, подпишись на телегу точно. Будешь в курсе всех оперативных новостей. И, конечно же, сможешь скачать эту обнову раньше всех. Ну и на этом, в принципе, все. Это все, что я хотел вам показать и рассказать. Надеюсь, вам видосик понравился, был интересным. Если да, не забудь поддержать его своим царским лайком. Также не забывай подписываться и участвовать во всех розыгрышах. Потому что они сделаны для вас. Знак благодарности за вашу поддержку. На этом все. Берегите себя. Берегите своих близких. С вами был Dream. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok